Термос, еда, ремкомплект. Все, что нужно велосипедисту. Необходимый минимум, без которого в дорогу нельзя. В день открытия велосезона любители экологически чистого транспорта собираются на площади славы. Этого дня спортсмены ждали целый год. Масштабно, интересно, новые знакомства, новые связи. Когда я сажусь на велосипед, мне хорошо. Есть чувство легкости, свободы, дыхание жизни. Сегодня велосипедисты едут до Курумыча, привал на Воронежских озерах. Чтобы колонна дошла до места назначения без проблем, спортсменов делят на десятки и назначают им ведущего, который прошел инструктаж. Чтобы ничто не омрачало велопрогулку, самое главное – вежливо вести себя на дороге. Желательно не торопиться, особенно на светофорах, внимательнее быть, пропускать. То есть не чувствовать себя главным на дороге. Мы не одни на дороге. Сейчас на площади славы более тысячи человек. Это и новички, и опытные велосипедисты. Маршрут простроен так, чтобы все смогли добраться до конечной точки. Спортсмены уже собираются в колонны и через считанные минуты отправятся в путь. Спортивный праздник растянулся на весь день. Семейные эстафеты, розыгрыш призов, мастер-классы для спортсменов – обширная развлекательная программа. В этом году у нас немного другой маршрут. Мы решили попробовать заехать на Воронежские озера, чтобы больше новичков смогли попробовать себя на разных мероприятиях и соревнованиях. На Воронежских озерах там людей будут ожидать конкурсы, эстафеты, соревнования по BMX, беговелов, показательное вступление велодриалистов. По команде организаторов колонна выдвигается в дорогу. Гнать велосипед предстоит долго, но спортсменов этим не напугать. Тех, кто преодолеет 30-километровый путь до Курумыча, ждут горячий чай и кино под открытым небом. Желающие, вооружившись спальниками и палатками, смогут остаться на ночлег. Остальных в Самару доставит электричка. Открытие велосезона только начало. В этом году спортсменов ждут множество соревнований, турпоходов, фестивалей и флешмобы. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События.